Не бойтесь Слышите, проповедуйте на кровлях Аналогичный текст мы встречаем у Луки в Паучении 70 Мы также находим его у Марка и Луки в качестве слов, следующих за использованным в Нагорной проповеди образом светильника на подсвечнике Данное изречение следует понимать в том смысле, что Иисус открывает им тайны, которые они должны будут открыть людям Не случайно у Марка это изречение предшествует формуле «Кто имеет уши слышать, да слышит», а у Луки следует за аналогичной формулой Данную формулу, встречающуюся у синоптиков в общей сложности 10 раз, Иисус использовал, когда хотел подчеркнуть, что сказанное им имеет сокровенный смысл, в частности, при произнесении притч Значение некоторых притч он раскрывал ученикам наедине И многие свои поучения адресовал только ученикам Их задача заключалась в том, чтобы сделать явным то, чему он учил их тайно Продолжая речь, Иисус призывает учеников полагаться на волю Божию И не страшиться ни людей, ни испытаний И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене Термин гиена, встречающийся в синоптических евангелиях 10 раз, из них 8 у Матфея и 2 у Марка, указывает на расположенную в южной части Иерусалима Еномову долину, где во времена царей Ахазы и Моносии совершались человеческие жертвоприношения Впоследствии эта долина превратилась в место, где постоянно поддерживали огонь и сжигали трупы людей и животных Отсюда выражение гиена огненная Ко временам Иисуса термин стал употребляться для обозначения места посмертного воздаяния Где червь не умирает и огонь не угасает Под тем, кто может и душу, и тело погубить в гиене, понимается Бог В Его власти осудить человека на вечное мучение Именно Его должны бояться ученики, а не земных правителей и царей, способных уничтожить лишь тело человека Но не Его бессмертную душу В отношении птиц, которые продаются за осарий, мы имеем следующее разночтение в Евангелии от Луки Не пять ли малых птиц продаются за два осария? И ни одна из них не забыта у Бога А у вас и волосы на голове все сочтены Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц Здесь эти слова являются частью поучения, которое Иисус адресует ученикам Когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга Мысль о том, что без воли Божией ни один волос человека не упадет на землю Присутствует в Ветхом Завете Эти же образы использует Иисус, чтобы ободрить учеников Если Бог знает количество волос на голове человека И заботится о малых птицах Тем более Он позаботится о тех, кто свою жизнь отдает на служение Ему Иисус адресует ученикам